драчь ё-моё я не выключу да ай-яй дайте посмотреть зачем это делать приветствовать друзья вы на youtube канале все для клёва сегодняшний рейд у нас вверх по течению есть информация о сетях которые ставят молдавские браконьеры поэтому их будем сегодня снимать особенностью этого рейда является то что один берег молдавский 2 украинский и река это нейтральная полоса поэтому с оформлением браконьеров есть проблема и коллизии в законодательстве молдова не занимается промышленным ловом на этом участке дмистра поэтому инспекции молдовы здесь практически нет это понимает браконьеры и чувствует себя вольготно сразу скажу плохо что нет взаимодействия рыбоохранных организаций между соседними странами в общем смотрите сами на пограничном пункте простояли полчаса выясняя кто выходит откуда и зачем раньше такого не было поэтому говорить об оперативности рыбоохранного патруля на этом участке реки не приходится и сказали оформить нас по по 200 какой по 200 2 прикольно получается так что вы сейчас нам перескажите нам тоже выполнять нашу задачу а при этом там куча лодок стоит и непонятно как они туда заехали понимаете такое ощущение что вы покрываете людей тех которые браконьеры мы работаем по горячей линии вы понимаете как можно браконьеров поймать вот скажите мне вот реально если вы сейчас нам ехать тут буквально километр доброго дня у вас на берегу не одного любителя что запратили вам выезжать да да с этой болезни коронавирус коронавирус а вы прославик домом сеть смотри вам да ну так где документы промысловика что что-что что-что не подождите но что значит а чем он давить первое число вас первого первого какое-то ну по мая так а что вы ставите на сеть есть и запрет что все хотят кушать но это не означает что если сказали запретащи запрет точнее вообще промысл закрытия на 3 года да и у карнитет вот так вот дарит билет бубы стримовин не действует ну да как что любитель носит ловит ловит сеть его что пограничники наши пограничники понятны вы называть сюда блин полицию блин конечно нашу маша это такой работа инспекции вас серёга так работаете да вот это он долл 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 ну а на и про вас он не брите его не берите его не берите меня не робит у нас тут молдавский телефон украинский пара украинский меня общаетесь поиком удастся тут еще нету да ладно мы придадим туда ему привет большой фара как его фара фара сергей да все сергею пара вам привет от молдавских браконьеров да все поехал так пожалуйста туда лодку убирайте и и выходите на берег я здорово стою надо заниматься это ерундая И не пыль они Да Да, мы Порчевали А, вы видите, что привязанная Примерная Как мы не заметили эту веревочку, да, смотри Ну, уже уехали Привязанная Быстро напомнили внимание Блин, палка такая Вросла, капец Ему эту палку выработали Е-мое Он уже давно стоит, да, Валер? Да, да, побери Вот так оставляют все эти, представляете? И вот такие карпы большие Гибнут в них Поэтому, друзья, давайте Вместе будем небезразличны к таким вещам И чтобы этого мусора Этих сетей не было В наших водоемах Давайте подпишем вместе петицию на имя президента По увеличению Штрафов за Использование и продажу Барханевских Руделова Такого карпика Он уже на раз икрой был Жалко, конечно Кроме 4-5 Кроме 4-5 Блин, второй такой же, да? Е-мое, еще больше Смотрите Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Там килограмм, наверное, на 6 на 8, блин Килограмм Килограмм на 10 Представляете? Вот как это, блин, а? Валер, вытащи сюда его такой здоровый карп килограмм на 10 да да 10 откуда уже все хана вот так вот бросая сети и гибнет рыба еще один это наверное мне кажется еще большим чем вот это да ладно блин ё-моё солоды но смотрите же кошмар до запаха специфический здесь стоит и он еще один ай-яй-яй-яй-яй а тут по-моему живой смотри бедный как живой он приуставший но на живу бедный карпик тяжелый такой килограмм четыре с половиной пять где-то так а вот эти представляете по словам и два карпа по словам десятку карта десятку и второй карпе где-то тоже на шестерочку и все это уже никакое к сожалению люди люди что же вы делаете так друзья в такие минуты думаю что действительно человечество то есть вирус на нашей земле который просто работает на уничтожение на самоуничтожение на уничтожение природы всего живого обидно досадно конечно с одной стороны берег молдавский той стороны берег украинский мы тралим по днестру и такой вот есть участок браконьерский на молдавской стороне ведь этот вагончики как вы думаете для кого они ну вот тогда я льза кто в них может жить кто в них может находиться поэтому тут мягко говоря браконьерский кусочек вот мы тихонечко идем на малом ходу и тралим в надежде поймать какую-то сеть посмотрите как природа просыпается уже зеленеет деревья уже появляются маленькие листочки еще неделя и уже будет листья будем цветом уже красота уже такая птички поют уже много птиц уже прилетела вот еще один такой домик видите а мы тихонечко идем и ищем сети да сеть дай ножичи пожалуйста ну что же еще одна сеть прямо на повороте ну это такая чистая видать недавно поставлена да и паре мыло или установили жерех да Это с молдавской стороны, молдаване установили. А молдавский промысел запрещен. Да, у них с первого числа начался запрет. У нас с 15 апреля, у них получается аккуратно не на жерехах. Такая какая-то коллизия. Два метра проехал, тут уже запрет, а у нас второй жерех, ёшкин кот, такой большой. О, три. Толстолобик. Толстолобик третий. Так. И край. Дай, твой ножик. Дени, вы, покинь сюда его. Где? Может там продолжение сетки есть? Нет, там же будет какой-то камень. Точно? Да. Ну что, давай начинаем операцию по освобождению жереха. Жереха. Не воли пускать. Даем. Поверь. Дай. Бери. Поверь. Дай. Бери. 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 Да, он уже запутан и так что. Так. Первый пошел. Давай. Есть. С молдавской стороны пошел на украинскую сторону. Угу. 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 Есть. Есть. Второй? Пускай. Пошел. Давай, давай, давай. Ты можешь. Ну давай, давай, ты можешь. Хамили, буду. Давай-давай-давай-давай. Пошёл. Сейчас левой дороги. Да, вот так у нас в реке водится полослобик. Правда, я не знаю, на что его можно поймать, любителю. По идее, наверное, нельзя поймать его, да? Нет. Ну, сетями. Только сетями. Ну, а так, любитель на какую-то там наживку, насадку, ничего не может. Нет, не замечал никогда. Питается, я так понял, молодыми побегами камыша. Поэтому поймать его практически нереально. Давай, всё, отлично. Да. Есть. Лесковая. Вон, с бутылкой, видишь? Так, ну что, у нас уже, в принципе, хороший улов, да? Вля, смотри. Третья. Да. Очередная браконьерская сеть. В нашей лодке. Правда, без рыбы, да, Вля? Да. А ещё, да, сейчас. Дойдём до края. Посмотрим. Пока одни камни. Оно стоит с мандавской стороны, получается. И на нашу сторону уходит сеть. Довольно-таки длинная, да? Это длиннее. Да, практически через всю реку. То есть, вообще, не дает ни единого шанса, называется, рыбе пройти дальше. Практически до берега нашего. Какой-то плиточник, да? Смотрите, строится. Так, есть. Хорошо. Вот на этом поворотике всегда много браконьеров ставят в сети свои. Ну, что ему сделать, если он, например... Валер, если браконьер-молдаван, что мы можем сделать? Забрать, просто у него снасть. Больше ничего. Рыбу отпустить. А протокол ставить его можно на него? Раньше протокол составляли, суды пропускали. А сейчас как? Сейчас нет. У него с собой даже и документов нет, по большому счёту. Нет. И что? Ничего? А как же... Рыбу отпустили, на радиолову забрали. И всё. Ну, я понял. Ничего. Так, что ещё одна? Это уже четвёртая. Это на тараньку, да? Какая-то мелкая такая. Тараневая. Слушай, она такая похожа на профессиональную сетку, да? Где ножик? Так, очередная сеть. Что там таранька? Да. Тоже, наверное, только поставили. Да. Такое ощущение, что пустая. Обычно в такую сеть должно заходить много рыбы, да? Или перешли уже... А, тот же хозяин. Ты видишь, те же кирпичики. Какая-то... Клитку разобрала. И есть такое дело. Так, ничего. Пусти дальше? Угу. 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 Ну, так вот, потихонечку будем очищать Днестр. От этого мусора, от этих браконьерских сетей. Ну, другого пути я не вижу, друзья. Надо сначала сделать нормальным законодательство наше. И увеличить количество штрафов, чтобы каждый браконьер, блин, 300 раз подумал, стоит ли ему этим заниматься. И вот, когда отобьешь охоту и ударишь больно штрафом, вот тогда будет какой-то толк, я так думаю. Поэтому, друзья, давайте подпишем петицию, которую я составил и отправил на сайт петиции президента об увеличении штрафов за использование и продажу браконьерских родилов. Что, пятое? Вот это да. Слушай, тут эти браконьеры, я так чувствую, что они давно не видели инспектора. Такое ощущение. Ох ты! Смотри, чтоб сейчас не зацепилось. Да. Вот она. Валера, это та сеть, которую они поставили. Мы же тут их взяли. Они уже в наразе поставили. А то они не успели поставить. Вот это она. Синяя с голубем, блин. Это та сеть, которую в этой лодке были. Я эту сетку узнал. Синяя веревка и вот такая голубая сеть. Они думали, что такого не будет. Да. Да, они тут стояли, вот именно здесь. Слушай, интересно, молдавские инспектора тут вообще появляются? Как ты думаешь? Я думаю, что нет. А чего? Они в промысл уже два года, как на речке закрытие. И что? Они верят, что в них на Молдавии все. Все хорошо, да? То есть глаза закрывают, замуливают свои очки. Верят, верят драконьерам. Да, верят, что они у нас тут ничего нету. А все реально вот это вот. С молдавской стороны все. С карасиком. О, подлещик. Вот те же самые кирпичики, видишь? Можно будет строиться. Да, друзья, если кто хочет строиться, кому нужно строить дачу, дом, приходите в Одесский Рыбоохранный Патруль, устраивайтесь на работу. Все кирпичи ваши, да, Валер? А фундамент пойдет. Ты отдашь им кирпичи все свои? За вознаграждение, да. Да, сети хорошие. Сети хорошие. Ты не знаешь, когда будет утилизация сетей? Она же когда-то должна быть. Прошлые сети куда-то отправили? На склад? На склад, конечно. Ну. Там есть приемщик, который принимает, описывает. И что? Цепляет их на крючок, на склад. Там есть комиссия, должна быть налогоинспекция, юстиция. Там списываются. Там списываются. И что, сжигают их? Как их утилизируют? Обычно их палят. Палят, да? Да. Так, давай освободим наших два этих красавца. Карасика и подлещика. Ну, ты понимаешь, тут наши промысловики здесь не работают, да? Вот в этом районе. Не. Это далеко им по бензину. Невыгодно, короче, да? Накладно будет. На такое большое расстояние. Ага. То есть они где-то вот ближе там. Здесь участки Молдавские, не поделены по участкам. Ну, так если у них промысла нет? Ну, раньше было. Ну, так раньше. А сейчас все браконьеры. Вот так вот. Так, это какая? Пятая? Пятая. Пятая. Ну, супер. Так, ну что, пошли дальше? Давай. Сколько уже эта кошка вытащила сетей, Валя? Наверное, миллион. Блестит, как нержавейка. Ага. Это у хорошего инспектора всегда кошка блестит, да? У плохого ржавеет, да? Как водителя, такая ручка. Ага. Что? Огонь? Огонь. Ну, я так понимаю, что если этот участок между Молдавской пограничной службой и украинской, то я так понимаю, что если Молдавская пограничная служба пускает этих браконьеров сюда, то возникает вопрос, вдоль или молдавские пограничники или нет? Ну, все, батарея уже в моей камере сдохла. Приходится писать уже на телефон. Но это седьмая, друзья, сеть. Седьмая. Это, конечно, очень хороший улов. Я так понимаю, что... Не зря мы пошли сюда, да, Валер? Да. Трошка пощипала Молдаванова. Ну, трошка нормально. Я так понимаю, что еще, если мы пройдем вот эти два километра, что у нас осталось, то еще, наверное, штук пять найдем. Ну, по крайней мере, друзья, насколько хватит аккумулятора, телефона, настолько и будем снимать. Пока так. Тишина, ветра нет, красота. С утра был, конечно, ветер ужасный. Сейчас уже все лучше. Ну, вот она, седьмая сеть у нас практически в лодке. Кстати, хочется отметить, что хозяин поменялся у нас на сетях. Тут уже кирпичи такие жены. Видите? То есть, груза уже от другого хозяина. Да, кстати, еще хочу сказать еще раз. Всех пригласить в Одесский рыбоохранный патруль. Поэтому после рейдов вот эти все кирпичи, кому нужно будет строиться, все будут ваши. Там еще куча еще есть их. Так что... Ждем помощников. Да, ждем помощников в Одесский рыбоохранный патруль. Сейчас составляется акт бесхозного война. Все сети оприходуются и будут сданы на склад. И будут там лежать до тех пор, пока их не уничтожат. Слежать будем, когда будем, обязательно сделаю видео, чтобы вам всем показать, что они не ушли никуда-нибудь там налево, направо. То есть, все сети будут уничтожены. Пока, верьте мне на слово. Скажи, тяжело смотреть на ту рыбу сдохшую, которую мы вытащили с сетей. Действительно, такое ощущение, что все мы – какие-то микробы на этой земле. Понимаете? От которых уже нужно избавляться, потому что мы уже перешли эту границу нормального отношения к природе. И поэтому природа уже начинает от нас избавляться. И, наверное, это правильно. Потому что у людей уже как-то уже самосознания нормального, адекватного отношения к природе нет. Потому что человек вот пришел, он должен захапать, забрать, все уничтожить. Ну, куда это годится? Ладно, друзья, не буду я вам норовоучать вас. Вы и так все взрослые люди. Все прекрасно, сами понимаете. Поэтому, как говорится, что имеем, то имеем. На этом будем заканчивать наше видео. Надеюсь, оно было полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Всё для клёва». Всем удачи, всего хорошего, пока. Субтитры сделал DimaTorzok